Всем доброго времени! Давайте посмотрим в доме у врага, что происходит в доме у врага. Будем загадывать одного врага. Здесь мы смотрим на одного врага. Загадывайте одного врага. Если что-то тут еще выпадет, другие враги, я вам расскажу. Но вообще будем смотреть на одного врага. Загадывайте врага и будем сейчас смотреть, что в доме у врага. Напоминаю, ситуации разные, люди разные, расклад разный, поэтому за более личной консультацией вы можете обратиться ко мне на WhatsApp. Загадывайте врага и поехали! Продолжение следует... Грусть почем? Ну как? Еще только не открыла, вот уже. Грусть, печаль. Разбитое сердце у врага. То есть осталось в печали. Это женщина, темные волосы, худощавая. Осталось в печали. Осталось в боли, тяжесть. Возможно, боли в сердце есть, в области сердца, переживания, какая-то у нее тоска. Это женщина, которая осталась одна. Она сделала неправильный выбор в сторону вас, в сторону других людей. Зазналась. И осталась одна. То есть она на самом деле отдавала свою любовь врагам и предавала близких. А теперь осталась одна. Очень много предательства. То есть эта женщина сама всех предавала и осталась сама. То есть здесь могут быть проблемы, как в роли анорексии. Может быть, проблемам. Да, потому что женщина очень худая, темная. Ей одиноко. Ей печально и одиноко. Если она в браке, то ей изменяет муж однозначно. То есть просто полные измены, полное предательство, полное разочарование. Могут быть проблемы с кровью, сердечно-сосудистые заболевания, тромбозы, давление, рвота, тошнота, аритмия, тахикардия. Это все прослеживается на картах. Женщина одна. Печальные у нее известия каждый день. Она получает какую-то боль. Много очень предательства. То есть я же говорю, женщина ебанутая, которая делала неправильные выборы в своей жизни. Обман, нищета. Это такая женщина, которая ведется, знаете, на чужое мнение. У нее как будто нету своего мнения. То есть, знаете, она, возможно, и жалеет о том, что она где-то что-то говорит. Но трусишка. Боится быть одна. Всегда идет за компанией. Такая слабая. Слабая. Слабушка. Хуюшка. Может быть, сын у нее еще. Но тяжелая ноша. Она мечтает о богатой жизни. Она стремится к хорошей жизни. А вас здесь показали еще. Завидует вашему успеху, рогу изобилия. Она охотится за деньгами. Она хочет много денег. А на самом деле... Мышление о деньгах у нее перевернулось. Не так легко ей зарабатывать деньги, как она думала. Думала, что будут деньги в руки идти. Нет. На самом деле... Нет. Блять, сахар не добавляют, суки, в кофе. Деньги у нее... То, что она задумала, на самом деле все перевернулось. Ей деньги в руки. Такая сумма, как она хотела, не идет. Она всю энергию потратила на заработок денег. Очень интересно. Эта женщина замужняя. Но как будто не она за мужем, а он стоит за ней. Очень много обязанностей. И она как хочет мужа удержать, к себе привязать. Потому что понимает, что он может уйти. Что он может бросить... Блять, трамваи. Сейчас. Что он может бросить? Он может ее оставить. Вот знаете, женщина, которая пытается сохранить семью. Напряженные отношения. Напряженные отношения в семье. Напряженные отношения в самой себе. Не может выйти из какого-то положения. Вы могли загадать подругу, могли загадать родственницу. Не может вылезти из какого-то положения. Жене может, кстати, работать врачом, а может быть у нее у самой хирургическая операция. Такое ощущение, как будто они столкнулись с позором, люди тычут в них пальцем. Знаете, такая женщина, которая пытается сделать вид, что, знаете, вот... Очень много лет я изучаю разные, как вам сказать, направления. Вот есть люди, то есть я очень много на самом деле не буду, я сейчас хвастаться, ничего. Достаточно много я знаю, не только в своей работе. Вот есть люди, которые изображают счастливых людей, счастливую улыбку. Вот такая женщина мне идет, как будто одевает маску счастья. Это называется наигранная улыбка. Десять лет я изучаю жесты, я изучаю мимику человека, изучаю всякие движения, мускулатуры, глаз. И вот мне идет женщина, которая одела улыбку на лицо, и она делает вид, что она счастливая. То есть в данное время вы загадали женщину, которая направила свою энергию, свою силу на то, чтобы показать людям, какая она счастливая. Чтобы люди... Вот зависит от чужого мнения. Она играет. Играет в счастливую. На самом деле натянутая улыбка, боли, слезы, печаль и ограничения. Есть мужчина рядом. Муж, но скорее всего в гражданском браке, да. Она стоит в ограничениях. У нее нет того, чего она хочет. Рядом с ней есть люди, которые закрывают ей глаза на правильное, а открывают на неправильное. С ней рядом находятся подружки, которые на самом деле тянут ее вниз. И только со временем, не сейчас, она поймет это. Она ходит по лезвию ножа. Она ходит по лезвию ножа. Она общается не с теми людьми. Может столкнуться с проблемами, с проблемами с законом. Отвернутые от нее люди. А вы знаете, этой женщине, вот не такая уж и старая, ну... Дело в том, что она со своими проблемами постарела на лет 20. В доме происходит, что от нее отворачиваются люди. Мне идет такая картина, что она строит из себя деловую даму. Кстати, может сейчас искать работу или же устраиваться на работу. Но идет такое ощущение, что как будто она недавно услышала печальную весточку. Такое ощущение, что... Сейчас я скажу вам. Они дают за что-то деньги. В доме у врага произошла такая ситуация, где нужно было срочно отдать деньги. В страхах враг сидит. Сидит враг в страхах. За что-то... Все деньги отдает за что-то. Куда-то уходят деньги. Вот я же говорю, нет у нее денег столько, сколько она хочет. Может болеть. Хочет свои обязанности, потому что она устала, скинуть другому человеку. Но я вам говорю, за что-то человек отдает деньги. Деньги уходят, 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 уходят. Действительно так. Она вообще не видит выхода. Рядом находятся люди... Рядом находятся люди, которые... С ней, для того, чтобы вести ее в заблуждение. Она не видит, куда она идет. Она закрытая. А может быть, допустим, если вы чистились и давали обратку, откат, да? То дороги ей закрыты. Она не видит, не слышит правильных советов. Ну, скорее всего, родственницу зададали. Может, подругу близкую. Вот, смотрите. Есть у нее семья. Но эта семья ее не понимает. Она идет на жертвы. Ну, может болеть, кстати, сильно. Враг в страхах, в печалях. Она боится. Хрюш, за что ты боишься? Во-первых, ей часто снится смерть. Она может вас во снах видеть. Кстати, да. И вы ее во снах. Что-то хочет давно себе купить. Возможно, хотела открыть новое дело, но не получается у врага это сделать. Наступает на те же самые грабли. Кстати, может быть, ушиб, вывих ноги, вывих руки. Уезжает куда-то, да. Смотрите, если она... Да, что-то у нее в доме могло случиться чрезвычайное. Смотрите, если она, допустим, в браке... Развод. Развод. Развод из-за денег. Из-за обмана мужа. Как будто они с мужем соревновались. Обман. У мужа есть жена... Она жена, скорее всего, но у него есть любовница. Или все деньги идут, допустим, да, вот, любовница. В каких-то обманах она находится, да. Вот запуталась и не знает, куда идти. Хочется отдыха, но отдых ее постоянно накрывается. Хочется все собрать. Смотрите, скажу так. Вы загадали женщину, которой изменили, предали. И сейчас она сидит в очень тяжелых мыслях. Ей приходится, ей приходится жить или ради детей, или что-то ждет от кого-то помощи, хочет отдохнуть. Хочет, болеет, хочет исцеления. Возможно, ищет работу. Поменять образ жизни она хочет. Смотрите, стремится к деньгам, но не получается. Вот, смотрите, ищет какой-то выход, выхода нет. То есть враг полностью как-то обречен. Ходит к врачам, болеет. А чем болеешь, расскажи, болеет. Диагнозы какие-то, чем болеешь? Ой, блядь. Чем болеешь, скажи, чем болеешь. А тут как что-то нервное, которое переходит на физическое. И она не может толком найти эту болезнь. У нее как галлюцинация. Она ищет, ищет свой диагноз. Но если вы чистились, а, допустим, кто-то чистился у меня, я вижу, то ее ебанула порча, откат. Может, кто-то у меня заказывал ее. Пытается ставить защиты, все. Может, пить лекарства очень много, да. Возвращается в отчином. Потому что, я уже задыхаюсь, нихуя никому не нужна. Медленная, очень медленная дама. Вот есть люди, да, которые ее пытаются ввести в заблуждение. Да, вот опять она пытается... Ну, да. Болеет враг. Все, она столкнулась с не теми людьми. И в семье, и в кругу семьи. Это все не те люди. Это все не то. Может, искать работу. Может, увольнение с работы произошло. Ну, своего рода домохозяйка, которая превратилась в ящерку страшную. Беда у нее будет какая-то. Может, уже в доме беда произошла. Да, дом может... Я не знаю, что-то в доме может... Эта женщина потеряла все. Вот так вот. Вот такой рассказ. Все, всем желаю добра. Всего хорошего. Не болейте. Кому нужна моя личная консультация, можете обращаться ко мне на WhatsApp. Всем добра. Всем добра.